Добрый вечер! Сам у вас так нельзя говорить. Ну привет у вас! Привет! Вы знаете, мне приятно. Вот просто по-человечески мне нравится в вашей церкви. Я не знаю, кто откуда пришел. У меня такое ощущение, что мы сейчас все вместе с вами пойдем и поедем к Евангелям. Посмотрите, что мы слышали с вами. Первое я скажу потом, что я первое услышал. Потом мы слышали о Божьей милости, о его благодати, о его каждодневном проявлении к нам работы и любви. И когда я об этом слышу, я удивляюсь. На самом деле он не только не заслуживает милости, он и заслуживает суда каждый день Божьего. Но каждый день для нас обновляется и обновляется, и обновляется. И мы слышали это в песне. Такой восторг. А потом наш отклик был. Наш отклик на Божью милость. За евангельскую веру. За Христом мы стоим. Вот так было у вас собрание или нет? Или это я придумал? Это нормально, это естественно. Когда Бог проявляет нам свою заботу каждый день. Дает нам хлеб, воду и даже больше, чем хлеб и воду. И вот наш естественный отклик на милость Божью, на его благословение. Когда дневное это Господи, как хочу исполнить твое. Но самое интересное было в начале Саркана. Когда ваш плетитель молился. Кто-нибудь слышал, кто молился? Я понимаю, что вы не слышали, вы привыкли его слышать. А у меня такой слух вредный, я все слышу. Даже когда проповедуют, я все равно слышу о чем. Вот такая у меня странная особенность. И он помолился, может быть, даже сам не думая об этом. Он просто знает, что так давно будет. А помолился? Он говорит, Господи, пусть будет так, чтобы в нашем городе все о тебе узнали. Вы сознательно так молились? Или просто Бог действовал в нас сегодня? Я Андрею говорю, Андрей, наверное, Бог едет. Все как-то так, и песни, и стихи, и пение, и Слово Божие. Все в одном ключе. Бог заставляет нас увидеть самого себя. Его увидеть. В Его благословениях. А потом подумать, Господи, а чем я тебе воздал? Ну что я могу тебе отдать, чтобы ты был радостен от моего служения тебе? И вот в этом ключе я хочу немного вас помучить вечером. Вы нас простите за гостей, что мы вас застали на собрание прийти? Мы все еще раз не приедем вечером. Чтобы вы были дома, сидели, пили чай. А как приходится здесь быть? Если вы откроете, а я предлагаю вам открыть, первое послание апостола Павла к Фессалу Никите. Первое глагу. Если у вас нет самой Евангелия и Библии, я даже рекомендую вам где-нибудь здесь найти, если можно найти. Потому что вам понадобится самая последняя страница в вашей книге Библии. Моих? Нет, а мои. А в ваших книгах. Они не пройдут на них? Спасибо. У меня свои. Первое послание к Фессалу Никитинам. Первая глава с первого стиха. Павел и Силуан и Тимофей, церковь Фессалу Никитинской, в Боге, Отце и Господи Иисусе Христе. Благодарить вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры, труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше возлюбленное Богом, братья. Потому что наше благоуствование у вас было не в слове только, но и в силе во Святом Духе и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделали с подражателями нам Господа, принявши слово при многих горбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они рассказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего днева. А теперь, если у вас кого-то есть, вот в айфонах и айпадах этого нет. А в простой печатной Библии это есть. Откройте самую последнюю страницу вашей Библии. Вот это вот. Почему вот это? Вы знаете, когда читаешь Слово Божие, написано оно было в определенных условиях, в определенной культуре, в определенной даже географическом положении, это была Палестина. И мы не все понимаем, не все воспринимаем так. Когда мне говорят, мы едем сегодня, там какой-то город назвали, я не буду повторять. Для меня это абсолютно ничего не значит. Когда говорят, мы едем в Красноярске, я знаю, где это в России. Когда мне говорят, мы едем там, допустим, в Ставрополье, я тоже знаю, где это. А когда мне говорят, в Америке, мы едем в какой-то город, я говорю, а это где? Они говорят, ну 6 часов, по какому-то там хайвере или хайвере. И я опять ничего не понял. Вот так иногда бывает, мы слышим Слово Божие, и нам трудно понять, о чем вообще речь. Когда мы откроем карту, она поможет нам понять лучше апостола Павла. Итак, апостол Павел, Божий человек, который однажды встретился с Христом, как и мы все с вами, я надеюсь. Встретился с Христом, он говорит, теперь Господь, я согласен, выполняет Твою волю всегда и везде. Итак, апостол Павел должен пойти в Фессалонику, город Фессалоника, расположенный в 160 километрах на запад от Филиппа. Вы там смотрите, найдите Фессалонику. Нашли? Слово крупными буквами написано, Македония. Нашли? Македонию? Нашли вверху, на север карты. Нашли Македонию? Очень важно, чтобы вы сейчас карту смотрите, на меня не надо смотреть, на мне ничего хорошего нет. Македония, нашли или нет? Чуть выше вере, а потом в Фессалонике. Нашли на карте, вот если у вас карта нет, мы вожжали. И вот апостол Павел собирается идти в Фессалонике. Город, это столица Македонии, римской провинции, портовый город. В этом городе 200 тысяч жителей тогда было. То есть немаленький город. Зачем он туда пошел? Сейчас это город Фессалоники называется. Зачем и почему пошел Павел в Фессалонике? Он собирался идти в Асию. Посмотрите, где Асия. Нашли? Потом в Вифинию. Это северо-восток. Написано толстыми буквами Черное море, а потом жирную букву написано Вифиния. Нашли Вифинию? Он собирался туда идти, а сам он в это время находился в Троаде. Найдите там Троады, есть там такой город. Он собирался из Троады, идти в Вифинию, примерно то же самое, 180 километров. Зачем он туда собрался? Он хотел идти туда, чтобы проповедовать Евангелие до самого Черного моря. Его сердце было наполнено желанием передать истину Божию всем грешникам вокруг. И больше того, он говорит, я никогда не старался не конить туда, где были другие верующие. Я старался идти туда, где никто не слышал Евангелие этой истории. Итак, он собирается идти в Вифинию и в Асио, приходит муж македонянин. Вы можете открыть это в Деянии апостолов в 16 главе. Они сопряжены, эти истории, в Фессалонике и Деянии апостолов. Апостол Павел собирается идти туда, но приходит ему муж македонянин во сне и говорит, Павел, мы тебя ждем в Македонии. Бог уже открыл наши сердца для принятия истины. Не надо тебе пока идти в Вифинию, туда пойдут другие верующие, из другого города, а тебе нужно идти в Македонию. И муж зовет его, муж македонянин зовет его в Македонию. Вот он идет в Македонию, в город Фессалоники. Друзья, перед этим он заходит в Филиппо, в город Филиппо, и там проповедуют Евангелие. Настолько эффективно проповедуют, что там сразу появляются верующие. А вы знаете, что как только появляются верующие, то туда приходит кто? Сатана. Серьезно. Туда визуально приходит Сатана. Нам кажется, что Евангелие такая штука веселая. Попрыгали, попели песенки. Как только появляется церковь, туда приходит Сатана, чтобы разрушать веру верующих. Он не хочет, чтобы он будет веровал. И как только Павел получает хорошее благословенное служение, против него восстают люди. Сатана не приходит с рогами, с хвостом. Это в сказках нарисовано. Сатана приходит в виде людей, которые против распространения Евангелия. Туда приходят иудеи, и обратно другие люди. Их сажают в темницу с его друзьями. Они отсидели там некоторое время. Уже после этого они идут туда, куда им сказал Господь. Македонию. Как они это делают? Освободились после Уз, пошли в Афиполь, там написано этот город. Потом они идут в Аполлонию, и после Аполлонии в Фессалонику. Они приходят в Фессалонику, и там проповедуют Евангелие. Глава 17, книги «Деяния апостолов», вы можете дома почитать. Это ингредиент на самом деле. Вот эта картинка открывается, что Павел не просто в соседнюю деревню ходил за 3 километра. Он ходил сотни километров, чтобы донести Евангелие. Так, для иллюстрации, мои родители, папа с мамой, ходили на собрание каждое воскресенье 70 километров в одну сторону пешком. В 70-е они выходили в субботу, приходили, ночевали там где-нибудь, не затыли. Это было в районе деревни Тверь, такая сейчас есть, когда был Калина. Приходили там, ночевали. Картошины с одной куском сала и луковицы, в лучшем случае. Были на собрании веетене, в ночь уходили домой. Потому что в 6 утра надо было корову доить. Ну и кто понимает, знает о чем я говорю, попробую ее не подоить. Ну, молодежь, вы, наверное, не знаете, что будет тогда. И спросите, кто пожилает, что будет. Вот так они ходили на собрание. А нам сегодня, братья и сестры, ну вы меня простите, вам пришлось сегодня через дорогу перейти на вечернее собрание. На самом деле, простите, я не хотел вас огорчить. Я не виноват. А теперь давайте вернемся к тексту. Апостол Павел там тоже, побыл некоторое время, я потом скажу, сколько он там был. Если вы раньше не прочитали в Деянии Апостолов, побыл в Фессалониках, проповедуют Евангелие. Опять Евангелие распространяется, уверовали люди, родят в него, опять восстают враги Церкви Христовой. И он уходит, верю из вери, идет в Афин и Афин в Коринф. Из Коринфа он пишет первое послание фессалоникийцам. Но самое первое послание, он написал послание Галатам, самое первое. А это он пишет первое послание фессалоникийцам. Вот теперь возвращаемся к тексту. Братья и сестры, давайте теперь, вы теперь представление имеете некоторое, правда? Откуда он подошел и зачем? Что он там делал? Он туда не пошел деньги добывать. Хотя деньги тоже нужная вещь. Он пошел проповедать Евангелие. Теперь с первого стиха. В Боге Отца и Господи Иисусе Христе. Такое приветствие апостола Павла совершенно не случайно, потому что мы читаем в Деянии апостолов, что от проповеди Евангелия апостола Павла уверовали иудеи и эллины. Кто такие иудеи? Иудеи – это люди, которые верили только в одного Бога, или Бога, или Яхвы, и они не допускали представления, что может быть другой Бог. Поэтому, когда они уверовали в Христа, это не просто как для нас с вами. Это совершенно радикальное изменение философии. Был только один Бог, которого им внушали стеленом. Есть только один Бог, Господу Богу твоему поклоняйся, ему от нам служили, не делай себе никаких других богов. Это было сутью, это было содержанием мысли и сердца любого иудея. И вдруг Христос. И Павел подчеркивает, что Иисус Христос в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. То есть, он провозглашает единство Бога и Иисуса Христа, как истинного Бога. Для иудея – соблазн. То есть, он не может это принять. Но Павел сам вчерашний иудей, но встреча со Христом настолько производит изменения в сознании и сердце человека, в его образе жизни, что это невозможно скрыть. Тут у вас в Америке есть такой проповедник, Пол Гошер. Кто-нибудь слышал о таком? Говорят, что он хороший брат, ну, верно, даже верующий. Я не знаю. В Америке тоже бываете верующими, я бы просил. И вот он говорит, «Если вы идете по железнодорожным путям, и на вас наезжает поезд». Андрей, будет что-нибудь с человеком? Он на железнодорожных путях работает, он должен знать. Что будет, если поезд столкнется с человеком? Или человек с поездом на ходу? Что будет? Что-то изменится в жизни человека? Что-то должно измениться, правда? Вы согласны? Столкнувшись с поездом, в жизни человека что-то обязательно изменится. Он говорит, «А если мы сталкиваемся с Богом? Что-нибудь должно в моей жизни измениться, братья и сестры? В вашей жизни что-то должно измениться, если вы с Богом столкнули?» О котором мой брат Михаил Петрович же рассказал все. Я даже не буду повторять. Какой-то паровозик, пылинка во вселенной, который даже разглядеть нельзя. И настоящий истинный Бог, сотворивший все. Вы с Ним столкнули, были грешником, и вдруг столкнулись со Христом и стали святым. Что-то должно измениться в моей жизни? Или я просто буду ходить на собрание? Месяц, два, год, десять лет, и все такой же. Безбожник, неверующий, такой же роботник, недовольный. На ухо там шепчу что-то. Сплетничаю, завидую. Что-то должно измениться? В вашей жизни что-нибудь изменилось, от встречи со Христом? У Павла все радикально изменилось. А теперь послушайте, что происходит дальше. Уверовали еще и греки. А у греков было море всяких богов. В римской империи было две тысячи разных богов. Поклоняйтесь какому хочешь, а никому не запрещать. Две тысячи богов, верить любому, поклоняйтесь любому. И вдруг в Рим приходит христианство. Как вы думаете, принято две тысячи первого бога спокойно? Нет. Странно, две тысячи богов, верить любого, Как только пришел Христос, Сразу восстало все. Римская империя восстала против христиан. Почему? Они что, стали воровать больше, убивать чаще? Или перестали работать? Почему на них восстали? Потому что они стали жить свято, Потому что они перестали изменять женам, Потому что они перестали воровать и делать добро соседу. Это совершенно невозможно было спрятать. Столкновение с Богом произвело в них такую перемену, Что этого не скроешь. Откуда я это знаю? Ну, конечно, я читал историю. Но я знаю из этой главы. В этой главе про все написано. Давайте пройдем дальше. Итак, для иудеев во Христе реализовался Мессия, Которого они не хотели принимать. А для язычника появился истинный Бог, Которому они должны единственному поклоняться. И в конце сказано, что все они отвернулись от богов, От идолов, И стали поклоняться Иисусу Христу. Вопрос только в том, Кто сумел так на них повлиять? Вот давайте мы теперь снова к тексту. И поэт говорит, «Всегда благодарим Бога за всех вас, Вспоминая в молитвах о вас». Почему Павел вспоминал в молитвах о фессалонических верующих? Если вы почитаете Диане Апостолов, То вы обнаружите, сколько он там был. Попробуйте угадать, сколько он там был. В фессалоних, в Хородине. Делайте это правило. Он там был целых три субботы. Это не случайно я делаю. Написано, три субботы, Каждый день в фессалониках проповедовал о Христе, И уверовали иудеи, и разные другие люди. Три субботы. Я это подчеркиваю, чтобы вы запомнили, Три субботы. Она должна в голове достаться информация. Три субботы. И потом он говорит, «Я непрестанно благодарю за вас Бога, Потому что вы стали особенными верующими. Непрестанно помню о том, Что вы стали верить по особенному». Посмотрите в третий стих. «Непрестанно памятуя ваше дело веры, И труд любви, и терпения, и убывания на Господа». Три недели апостол Павел Говорит грешникам о Христе. И они за три недели усвоили, Что христианство – это не разговоры о Христе. Христианство – это не новая религия, Плюс той, которая у тебя была. Христианство – это вера, Изменяющая мою жизнь радикально. Как же? Он прямо говорит, «Я благодарю Бога за то, Что вы верите в деле». Верите не на слова. Тут написано, «Дело веры». Благодарю за ваше дело веры. Они усвоили, Что верить в Иисуса Христа – Это не просто ходить в дом молитвы, Это не просто петь правильные, Хорошие песни. Вера должна трансформироваться, Изменить наше естество настолько, Что мы веру и начинаем делать. И помните, Яков. Яков такой хреститель был в Иерусалиме, В первом веке. Он говорит, «Вы христиане, Покажите мне вашу веру, Без дел ваших». Вот если бы я спросил, Братья и сестры, Покажите вашу веру, Без дел ваших, Что бы вы стали делать? Вы бы стали рассказывать, «Мы верим в Иисуса Христа, Мы верим, что Он Божий Сын, А Яков говорит, «Да я не об этом вас спрашиваю, Вы покажите вашу веру, Не расскажите о ней, А покажите ее». И вот за три недели, Всего три недели, То есть три дня, Апостол Павел передал им, Что вера в Христа Должна производить дела. Я даже не спрашиваю, Сколько были ответы, Потому что это не моя ответа, С вас спрашивать его. Я просто рассказываю, Что здесь написано. А дальше он говорит, «Я помню ваш труд». Посмотрите, там в тексте написано, «Любви». Когда мы говорим о любви, Мы начинаем применять разные слова, Красивые придумываем, Ну, наверное, Это что-то связано с цветами, Там с гулянкой вечером, Под луной, Там держась за ручку что-то. Любовь – это когда я молюсь, «Господи, я так люблю всех». Да не об этом совсем речь. За три недели, Усумил вам объяснить, Что любовь христианская, Отличает от любви человеческой. Это не слова «красивые» и «правильные» про любовь, А это труд. Вы согласны, что любовь христианская – это труд? Это значит, что сегодня мы послушаем проповедь, Обличенные Божьей благодать, Наполненные присутствием Божьим, От Его милости каждодневной, Идем в магазин по дороге, Покупаем пару пакетов молока и заезжаем к сестре, Которой сегодня не было в собрании. Кто скажет, так просто? Это не просто просто, Это и есть христианство. Настоящее, живое, в действии. Не говорите о том, как я верю, Как там Бог высоко, А три недели Бога, Можно говорить бесконечно, И ничего не делать. И попадешь прямо точно в ад. Правда? Нет, попадешь в ад. Потому что кто-то сказал, Что благими намерениями Дорога надежно так выстроена куда? В ад. Христианин – это тот, Который любит так, Что это можно потрогать. Это измеряется. Любовь христианская измеряется. Даже долларами измеряется, Рублями измеряется. Вот сколько ты любишь, Столько ты принеси. У меня здесь жена сидит, Она не даст мне ничего придумывать. Потому что потом мне скажет, И мне предупрекается, как вам. Нет, как вам. Это вы ему обличали, да? Моя жена тоже меня иногда обличает. Поэтому приходится иногда Врать ее с собой, Чтобы она как страшно Блюдала за моей речью, Чтобы я просто не пустословила Валерий Каши проповедь, Она как закрывает. Когда я говорю, Ты знаешь, я тебя люблю? Она говорит, Так греет душу, Сходи почистить картошку. Я говорю, Ну я же тебе не об этом сказал, Я просто сказал, Что я тебя люблю. Она говорит, Это так приятно слушать, Особенно, когда ты почистишь картошку. Она права или нет? Мы так красиво можем объяснять Христа, Что никто после наших красивых слов Не будет идти в Бог. А Павел пишет, За три субботы Он так им объяснил Евангелие, Что они поняли, Надо принять Христа. Он мой спаситель. Он искупил меня, Он милостив ко мне, А я в результате Так люблю его любовью, Что все вокруг Сыракова Об этом узнают. Я пеку пирог И иду к соседу. Что это с тобой? Сосед кто? А я стала христианом. А что это значит? Ну я не знаю, Как тебе это объяснить. Я не могу тебе объяснить Сатриологию, Как спасаются люди Через учения Хармин или Армения. Я не могу тебе объяснить, Когда придет Христос, Зато я знаю, Что я люблю тебя. Я тебе картошки принесла, Пирог принесла. Как вы думаете, Сработает это учение О Христе? И раз, и два. Но я уже немного Уплекся пирогами. Давайте мы пойдем дальше. Он говорит, И терпение, Упование на Господа нашего. Они сразу Были подвержены Гармине. За три Собрания. Апорт был объяснен, Что верить в Христа Это научиться терпеть, Доверяя Господу. Научиться терпеть Переживания, скорби, Разные страдания. Не просто об этом Рассказывают, А они реально. Там дальше написано, Они научились терпеть И еще и радоваться. Вы можете представить, Через три недели Христианину веровал Терпит и радуется. А вы знаете, Я вам странную вещь скажу. Именно такие и радуются. А вот кто давно в вере, Они не радуются. Они вроде нас с вами Становят такие серьезные. Я не имели в виду, Хотел сказать, Но не буду. Это нормально, Вьетнам. Я надеюсь, У меня практики. Это нормально совершенно. Вот смотрите, Эти люди Научились так быстро Любить Господа, Почитать Его, Верить в Него, Делать добро, Стараться трудиться Воеме Иисуса Христа, Они еще научились За три недели, Доверяя Богу, Радоваться в скорбях. Нас не заставят Даже в Америке радоваться. Все есть, А радости нет. Правда? А они ухитряются Так сильно Полюбить Бога, Что радуются в скорбях. Он говорит, Дальше, Знаю ваше избрание, Возлюбленные Богом, Братья, Потому что наше Благорестование у вас было Не в слове только, Но и в силе, В Святом Духе. Это важно. Он благодарит Бога За то, Что они Могли совершать служение Особенным образом. Братья и сестры, Я никого не хочу Их вас огорчить. На самом деле, Наше влияние В этом окружающем Возможно только тогда, Когда мы не просто Слова передаем О Боге. Когда мы это делаем В силе Святого Духа. То есть, Когда мы молимся, Когда мы живем Чисто и свято, Бог, Живя в нашем сердце, Делает нас Орудиями Против всякой Неправды и греха, И используя нас, Достигая грешников. Если же мы Используем разные Способы приема, Усилить аппаратуру, Или что там, Графики специальные, Обучаем, Ничего не будет работать. Работает только Настоящее христианство В нас. Христос, Изменяющий нас, Через нас влияет на мир. Они показали, Что христианство истинное. Ну мы с вами Мы все творим. Ну конечно, Чудес сейчас не бывает. Чудеса как у Пятидесятников, Харизматов. Пусть они там Их творят. А у нас как будто нет, И мы иногда лежаемся. Господи, Чудес как-то мало. А вы знаете, Что пишет дальше Павел? Что эти верующие Так быстро, За три недели Усвоили Настоящее Евангелие, Потому что Павел и его друзья Показали это Через образ жизни, Свой собственный. То есть не только Словами они учили Как правильно верить, Они еще это показывали. И он прямо потом говорит, Что вы Сделались подражателями Нам и Господу. То есть так быстро Они восприняли Евангелие, Не потому что Павел Особенными Какими-то там Заумными словами Объяснял Евангелие, А потому что он говорил О Христе, И что Христос Изменил его Собственную жизнь, И люди В Иссалониках Это видели. Соединение двух Факторов Правильной, Сильной Речи С горящими глазами. Когда мы говорим О Христе, Не обязательно Высокое продавание. Дократно просто Знать, что ты Искуплен и прощен. Дократно просто Оценить его Милость Божия Тебе, Чтобы ты по-другому Заговорил с грешником. Когда наши глаза Сияют от уверенности В Господе, Когда его присутствие Для нас очевидно, А не просто Рассказы какие-то, Тогда у нас Лицо по-другому Смотрится. И когда вы подходите К грешнику, Господь совершает Свою работу. Недалеко от Москвы Есть город небольшой, Кубинка называется. Это чтобы вы могли Проверите, что заходите. Там есть обычная сестра. Церковь небольшая, Состок 50, наверное. И в этой церкви Есть обычная сестра. У вас есть обычная сестра? Ну, обычная просто, Сестра. Которая любит Бога, Которая не нуждается В семинариях, И которая могла Сказать простую фразу, Как сказала эта женщина. Однажды не отпадает По тротуару, На встрече ей Идет мужчина И плачет. Мужчина в форме Майора милиции. Милиционеры тоже Надо плачет. Но он немножко пьяный, Как обычно для русских. Формы не мешают Пить водку. Но он идет и плачет. А ему на встречу Идет сестра После собрания. Возможно, там тоже говорили, Что христиану Это не говорили, Не о христианах. Поравнялась с ним И говорит, сынок, Не плачь, Тебя Господь любит. И пошла дальше. Много нас делали, мало. Кто из вас Не может этого сделать Ни за что, Ни под каким предлогом. Кому нужно образование Пять лет или семь, Чтобы сказать, Сынок, тебя Господь любит. Какое нужно образование? Ну, пример. Никакого? Этот майор уже пастырь церкви. Вам нравится такое свидетельство? Вы можете на улице сказать, Сынок, если вам достаток, Там, по возрасту лет, Тебя Господь любит. А если вам не достаток, Сынок, чтобы называть Кого-то сынком, Скажите, друг, Тебя Господь любит. Мы можем это сказать Без всякого образования. Просто потому, Что мы знаем, Что Господь любит меня. И я эту информацию Могу передать другому. Мы не знаем, Как Бог потом влияет На сердце грешника. Это его ответственность Потом Духом Святым Оказывает влияние настолько, Что он эту фразу Не может потом Выбить из своей головы. Он это помнит, И она ему снится каждый день. Сынок, тебе Господь любит. Три недели. Я рекомендую вам посчитать, Сколько вы в свою христианскую жизнь Выслушали христианских проповедей. Так, да, интересно, считайте. Если вы 20 лет верите, Умножьте до 52, 52 воскресенья, как минимум, Плюс праздники, Плюс еще на неделе. Умножьте все это, И вы обнаружите Астрономическую цифру. А теперь Ответьте Богу, Что изменилось В моем характере, В моем отношении к греху, В моем отношении к трудам, В моей любви Что-нибудь изменилось В отношении к верующим, Которые в моем доме молитвы Собираются Или в соседнем, Или в другой стране. Что-то изменилось Под влиянием Слова Божия. Хочу вам сказать, Что Слово Божие не причем. Некоторые скажут, Ну у нас проповедник был слабый. Слово Божие не причем. Слово Божие говорит, Даже если оно в немощи, Передано, Неискаженно, Сам Бог Работает над своим словом. Он не позволит ему Быть напрасным. В одном случае Слово Божие не работает. Когда мы становимся неспособны Слышать. Мы слушаем, Но не слышим. Говорит апостол Павел. Он говорит, Я пришел к вам, Думал, с вами разговаривать Как уже богословами, Вы уже три года верующие, Вы уже учителями должны быть, А я с вами даже Про косынки не могу разговаривать, Потому что вы этого не можете понять. Про крещение там, Про что крещал. Три года. Вы уже должны учить других, Говорит апостол Павел. А здесь всего три недели. Три недели. С одной стороны, Слово сказанное в силе И показанное в жизни, А с другой стороны, Уши открытые К Слову Божьему. Помните, Не дай Македоняне приходило, да? Иди к нам, Мы готовы слышать Слово Божьему. Натките молиться О вашем соседе Или соседке, Или просто Коллеге по работе, Может, сокурсники. Натките предметно молиться. Господи, Приготовь его сердце, А я потом скажу. Господи, Приготовь ее сердце, А я потом скажу. А кроме того, Что я скажу, Сначала я буду показывать Христа в моей жизни. В моих словах, В моих поступках, В моем выборе, Когда я в кафе, Когда я в старбаке, Есть у вас такая штука? Когда я в автомобиле, На дороге, Я покажу, Как я христианин, Какой я христианин. А потом, Если надо, Тут расскажу. Кто-то говорит, Сначала Долго-долго молчи, Показывай, А потом, Если нужно, Скажи. Мы с вами Иногда не говорим И не показываем. Вот смотрите, Что здесь происходит. Если вы будете читать дальше Послание Если вы обнаружили, Что Павел пишет. Он говорит, Вы стали подражателями Нам и Господу, Принявши слово При многих скорбях С радостью. Трудности, Переживания, Не благодушие, Не тишина, Не комфорт. Трудности, Когда они услышали Слово Божие, Приняли его настолько, Что стали подражать Апостолу Павлу И Господу. Правда, Мы часто говорим так, Но брат, Сестра, Особенно новообращенный, Ты не смотри на меня, Не смотри на других верующих, Церковь, Это же люди, Ты смотри на Иисуса, Он там где-то на небе, Там далеко, Иисус, Туда смотри, И учись у него правильно жить. Мы так говорим, Мы так не показываем, Мы просто так делаем. Смотри на Христа, Не смотри на меня. Ну правильно, Если смотреть не на что, Лучше не смотреть. Но Павел говорит, Они стали подражателями. Мне, А через меня, Господу. То есть Павел так старался Неискаженно представить Господа своего Этим людям в фессалониках, Что они узнавали через него Кого хотели увидеть? Покажи нам Бога Отца, да? А вот смотрите, Что говорит Павел. Даже не Христос, Павел говорит, Вы стали подражателями мне, Подражая мне, Стали подражателями Господу. Это тоже, Это важно наше Быть христианская жизнь, Что мы можем сказать, Господи, Дай мне мужество, Смело твое, Подражайте мне, Моей вере. А чему подражать? Ну как я красиво рассказывать? Да и мне, Как я живу. Как я живу. Приняйте слово, Смотри сюда и сказали, Так что вы, Седьмой стих, Стали образцом Для всех верующих Македонии и Акадии. Братья и сестры, За три недели, За три собрания, Верующих и салоников, Так приняли Христа, Что они стали Не просто верующими, Они стали образцом Для верующих, В целой римской провинции И даже дальше. Я хочу вас спросить, Как вы думаете, Через что Такая информация О них распространилась? Через их богословы И правильные? Как люди узнали, Что в двухсоттысячном городе Появилась какая-то Секта баптистская? Как они об этом узнали? А баптисты верят по-другому, Они не так, Крепим знамени, А вот так, Синяя цива. Как они узнали? Или они не так Пальцы складывают, А там вот так? Как узнали они, Что они стали новыми людьми? Они увидели, Что они изменились. Вы согласны с этим? Если бы они не изменились, Но вдруг узнали Особенную секретную философию, Кто-нибудь о них узнал, Распространилось бы влияние О них в этом регионе? Я помню вашу молитву. А вы помните, О чем молился, Брат, Пастор ваш, начальник? Господи, Пусть все в нашем городе Узнают о тебе. А как они об этом узнают? Вы выходите со стрелкой в руках, И она будет на небо указывать. Там Бог, Там Бог. Все баптисты возьмут себе Такую бумажку, На ней стрелка на небо, И говорит, Там Бог. И все узнают, Что есть церковь в вашем городе. Так будет или не так? Все же намного проще, Как же это сейчас? На стрелку тоже можно сделать. Она должна указывать на ваше сердце И на ваше образ жизни В этом городе. Некоторое время я читал книжку, Тоже такую умную, Она такая просто, Я нашел у меня одну фразу, Которая для меня до сих пор ценность имеет. Больше я в ней ничего не нашел. А в этой книжке Всего один вопрос. Услышьте этот запрос. Братья и сестры, Если ваша церковь вознесется завтра, Господь ее заберет, В вашем городе об этом узнают? Вы поняли вопрос? Вот вдруг вас не стало. Ну, до молитвы останется, Богу не нужно, наверное, до молитвы. Он вас заверет. Вас, детей-борьих, спасенных, искупленных. Он вас просто забрал. Хотя вы на соседней улице узнают, Что баптистов не стало. Или в доме престарелых. Или в Сироновском доме. Или где-нибудь еще на улице. В институте где-то учишься заметят Твое исчезновение? Вот в советское время Говорили так. Если на доме исчезнет же нет, То его дали искать никто не будет. Скорее всего, даже не заметят исчезновение. А вот если исчезнет уборщица, То сразу все заметят. А вот если баптисты исчезнут в вашем городе, Заметят это жители или нет? Простой вопрос. Ну, двигаемся дальше. Они стали образцом для верующих. Восьмой стих. Так, что от них Пронеслось слово Господне Не только в Македонии и Ахане, Но и во всяком месте Прошла слава о вашей вере. Вот за что Павел благодарит Бога. Господи, я славлю тебя. Я там был всего три недели. Я приложил все силы. Я был для них как мать. Я опекал их. Я им показывал. Я у них не брал деньги за свое служение. Я их опекал настолько, Что они сами увидели мое христианство. Не услышали только, а увидели. Стали подражать мне. И именно это Стало причиной, что Евангелие распространилось. Они стали жить. Дело веры и труд любви Стали очевидны для всех в окружающем мире. Об этом узнали. Не надо спорить с православным. Или с кем-нибудь еще. Правильно они верят или неправильно. Мы верим правильно или мы неправильно. Надо просто жить по-христианству. Каждый день. Дома, на работе, в школе. Везде. Жить по-христианству. И слава о странных людях Сама распространится в городе. Никто не будет говорить Появились люди с новой философией. Ее миллион разных философий сейчас. А что появились странные люди? Появились люди пожилые В нашем городе. Живут на нашей улице. Выходят из дома. И муж держит жену за руку. Что за странные люди вообще такие? И когда жена беременная, А я приехал такой весь крутой служитель в церкви, Выскочил из машины, потому что я опаздываю, Как обычно, побежал в дом молитвы, А жена никак не может выбраться из автомобиля, У которого сиденье почти на асфальте. Если это видит окружающий нас людей, То за ним такой Бог, как нам не нужен. Согласны с этим? А если мужчина нормальный, красиво одетый, Дипломатом или в Библии подмышкой, Обходит машину Около домом молитвы, Открывает дверь, Мы думаем только в кино, Там специально обученные люди делают, Так бактисты делают, нормальные. И дает руку своей жене, И поднимает ее оттуда. У меня удобная машина, Мне не обязательно придавать эту машину. У нас машина высокая, Ноги опускаешь и пошел. И садился. Сел, ноги поднял и поедал. А бывает машина, как у вас здесь, У них сиденье на асфальте. Не сядешь, не встанешь. А вот муж такой, весь проповедник, Выпоркнул и пошел. Я наблюдал это сам. А жена пытается вытолкаться от дура. Вы знаете, я даже не беременный, Не могу из этой машины выйти. Надо подтягиваться там как-то еще. Друзья, христианство, Это не разговоры, Не споры о мнениях. Не споры, кто прав, кто виноват. В чьей церкви больше там Евангелие проповедуется. Не споры даже о длине юга, Вы меня прахтите за это. Христианство, это жизнь по-христиански. И когда мы начнем жить по-христианству, Подражая тем, кто жил за нас, Отдавая свою жизнь до Христа, Тогда слава у нас распространится везде. Вы согласны с этим? Правда, простой христианство? И именно просто нам жить и не хочется. Нам хочется заниматься изучением, исследованием, Бесконечным исследованием, Каких-то там сложных богословских вопросов. У нас одна сестра есть больше 70 лет. Наверное, 75 лет. Регулярно ко мне подходят и говорят, Алексей Васильевич, почему у нас в церкви о втором пришествии не проповедуют? А я говорю, сестра, вам это зачем? Вам надо уже на кладбище собирать, Тело свое, а душу, небо. Зачем вам знать, когда придет Христос? Вы, скорее всего, придете раньше, чем он придет. Независимо от того, когда он придет, Вам надо быть с чистым сердцем и жить по-христиански. И больше вам знать ничего абсолютно не надо. Зачем? Я был далеко на Дальнем Востоке, в нашем братце, Приезжаю в церковь, такая средняя церковь, может быть, Клянг 500. Оставили надо для того, чтобы люди могли задать мне вопросы. Поднимается сестра, лет 70, тоже может быть, 75, И задает мне классические вопросы. Алексей Васильевич, а вы кальвинист или армянин? Я немного так оторопел, говорю, и у вас, да, когда? Я говорю, а что вы имеете в виду? Ну вот вы кальвинист или армянин? Я говорю, я не знаю, что это такое. Вы можете мне объяснить, что это такое? Она так растерялась и поняла, что не может. А вопрос задает. Зачем тебе знать? Был когда-то кальвинист или армянин? Был Христос. И он сейчас есть. И если Христос в моем сердце, Мне вообще не интересно ни кальвинист или армянин. Мне даже в уши ваш не интересен. И ваш, что там сейчас у вас, тоже не интересен. И Путин мне не интересен. Я не называю в фамилии ваших президентов. Христос должен быть для нас интересен всегда. А мы спорим, какой лучше, Порошенко или Путин. У вас нет такого спорта? Христос должен быть центром нашего внимания. Ему мы должны подражать. И тогда мы понесем такое христианство, Которому знают все вокруг. И смотрите, что интересно. От вас пронеслось это слово. Слава. Слава. То есть на вершину подняли их веру. За их добродетельную жизнь. За их любовь. И он говорит, Вы настолько быстро схватили истину евангельского учения, Что мне, как миссионеру, Фессологике, говорит апостол Павел, Даже не надо рассказывать, что я у вас делал. Я не знаю, вы знаете такое слово, фанрайзер? Кто знает это просто? Значение было. Это собирание денег. Вот есть люди, специалисты, они фанрайзеры. Они умеют деньги собирать. Они красиво все расскажут, Представят фотографии. Я сейчас не сижу никого. Представят фотографии. Не знаете, зачем представить? Чтобы отчитаться перед спонсором. А Павел говорит, Нам не нужно было ничего рассказывать. Ваша вера после нашего свидетельства Стала самым лучшим доказательством, Что мы говорили правду. Христос, войдя в ваше сердце, В вашу жизнь, Настолько изменил вас, Что нам даже фотографировать вас не надо, А ваша слава разошла по всей трубе. Вот такое настоящее христианство. Братья и сестры, Павел хвалится перед ними, За них, перед Богом. Он благодарит Бога за их веру. Потому что так быстро они усвоили, Что Евангелие изменяет жизнь человека. Христос, войдя в твою и мою жизнь, Сделал нас своими людьми, Которые делают добро всем, Особенно своим поверьям. И Он говорит, Слове Божие, Бог избрал себе людей особенных. Чем? Ревностным, Добрым делам. Он избрал ревностным. Люди, которые, зная Христа, Поклоняясь Ему, Ищут возможность делать добро. Всегда и везде. И потому, а нас узнают все люди, Что мы делаем добро. А не потому. Какую философию мы исполняем. Потом, Когда мы делаем добро, Возвучно, они спросят вас, А почему ты так делаешь? А вы скажете, Я христиан. Ничего удивительного этого сейчас нет. Удивительно не в том, Как вы называетесь, А в том, как вы живете. Вот где удивление. Какой образ жизни у нас с вами. И смотрите, что произошло. Они так донесли Евангелие, Как обратились крестьяне к Богу, Так, что даже отказались от идолов, И лжи вокруг. За три недели, Братья и сестры, У нас с вами нет идолов никаких. Идолов это не обязательно, Икона нарисована. Или какое-нибудь там, Из деревянного, Или дерева, Или камня, Что-то выточенная фигурка. Это вот это то, Что увлекает наше сердце. Часто, много, надолго. Это может быть все, что угодно. Он говорит, Они узнали Христа так, Что отказались от всего, Почитая самого Христа. И жить стали так, Что все об этом узнали. Братья и сестры, И в результате, Они стали ожидать Христа с неба. Не потому, Что они хорошо изучили Богословие христианское, А потому, Что они поняли, Христос в нас, И мы должны жить по-христиански. И это основание, Нормальное и естественное, Для ожидания Христа. Я хочу благословить вас, Чтобы вы заняли такую позицию. Если вы можете, Семинарий и благословение вам, Но это не поможет спастись. Если вы учите из колледжа, Богословение вам, Это не поможет спастись. Все это дает только одно. Улучшить качество, Вашу способность доносить, Ивангельскую вещь. Но если мы будем говорить только теорию, Никто не будет спасаться. Господь хочет увидеть, Чтобы в нас изменилась жизнь, И люди хотят этого. Люди устали от разговоров. В этом мире много миллионов людей, Которые говорят, Нажми на кнопку, Выйди в поисковик, И набери проповедник. И вы будете сутками фамилии Перечислять там. Фамилии и фамилии будут, Миллионы проповедников, Всяких разных. Люди устали от проповедников. Люди хотят увидеть христиан, Настоящих, живых, Которые делают во имя Бога добро. Пусть Господь благословит вас, Были такими христианами, Чтобы если вы вознесетесь, Весь город узнал, Бартистов не вставали. Теперь некому делать добро. Только они делали добро. Только от них можно было Услышать доброе слово. Только они поддерживали, Когда мне было плохо. Это только они молились обо мне, Когда мне было тяжело. Это они протягивали руку помощи. Это сам Христос через них делал. Вот такой Бог нужен людям. Аминь. 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 Аминь.